В Фуджоу на юго-востоке Китая открылась четвертая международная выставка электронной коммерции Китая. В ней участвуют более 30 платформ трансграничной электронной коммерции со всего мира и более полутора тысяч экспонентов из Китая. Подробнее о мероприятии в сюжете далее. На выставке электронной коммерции компания Нор Хаяти из Малайзии ищет потенциальных деловых партнеров в Китае. Она приехала в Китай с группой специалистов по закупкам из Юго-Восточной Азии, одного из регионов с самым быстрорастущим сектором электронной коммерции в мире. Китайские товары отличаются хорошим качеством на произведении многих лет. Многие товары на прилавках в Малайзии производятся в Китае. Мы активно сотрудничаем с компаниями Шопи и Лазада. Если компания может поставлять свои продукты или услуги в Малайзию или создать совместную компанию с малайзийскими партнерами, это может сократить расходы на логистику. Шарон работает в той же закупочной группе. Она ищет китайские продукты питания для продажи в Малайзии и за ее пределами, а также потенциальных китайских деловых партнеров. Что меня здесь привлекает, так это цены. Они здесь намного ниже по сравнению с другими странами. А также со временем качество товаров стало намного лучше, и доставка происходит намного быстрее. По мере развития трансграничной электронной коммерции в Китае, местные компании все чаще стремятся выводить на мировой рынок собственные бренды. В прошлом Китаю чаще отводилась роль фабрики для товаров, а бренды, под которыми эти товары выпускались, контролировались компаниями из развитых стран. После появления трансграничной электронной коммерции мы можем использовать интернет, чтобы китайские товары напрямую попадали на зарубежные рынки их потребителям. Благодаря этому мы получаем обратную связь, а это позволяет производителям устранять замечания и улучшать дизайн. Эксперты говорят, что трансграничная электронная коммерция – самое быстро растущее направление внешней торговли Китая с наибольшим потенциалом. Джо Уйсин, CGTN